вот вы на доске видите тему сегодняшней лекции достаточно серьезная но я бы позволила себе начать с не очень серьезного как бы момента точки зрения я бы хотела поделиться с вами воспоминаниями детства когда я была маленькой ходил в детский садик воспитательница часто спрашивала нас детей кем вы хотите стать в будущем вот это был такой стандартный опросник для советского ребенка видимо но и был соответственно стандартный набор ответов все мальчики почти все мальчики нашего садика точно хотели стать хотели быть космонавтами но это было отчасти связано с тем временем когда был полет юрия гагарина что он не включается вот полетел первый человек в космосе и мы почувствовали гордость что это свершилось что советский человек был первый в космосе это уже никак не изменить американцы не могут это изменить это наша гордость вот и все были мальчики все хотели быть похожи на юрия гагарина быть такими же сильными как он вот летать на ракетах значит осваивать космос проходите осваивать космос и вообще вот тут даже есть слайд как бы про девочек они тоже как бы хотели космонавтами но если честно вот то что я слышала девочки хотели быть балеринами но я хотела быть например инженером конструктором еще и видела такой очень интересный ответ хочу быть принцессой сразу мальчики гагарин а девушки принцессы но тем не менее а значит вот все хотели пощупать космос полететь в космос и как бы ну с одной стороны прославиться с другой стороны ты интересны и так далее вот но это была мечта она конечно нереальная но все-таки все сразу мальчики не могут улететь в космос первых нам ничего не останется девочка вот но это мечта как бы а вот мы рентгеновские астрономы мы поневоле вынуждены быть космонавтами почему потому что рентгеновские данные мы получаем из космоса вот например оптические и радио данные их можно получить как из космоса так из поверхности земли а рентгеновские нет только из космоса поэтому мы должны быть космонавтами но естественно должны подняться на орбиту ну не мы может быть подъем может быть пилотируемый или беспилотный но обязательно с рентгеновским космическим телескопом и вот сегодня будет тема лекции рентгеновские космические телескопы до прошлая лекция мы занимались обработкой данных я вам показала собственно говоря где брать данные то есть нажатие кнопочки мы запускаем процесс скачивания данных вот вроде все легко но вы не представляете какая цена там заложена вот обработка мы говорим занимает очень большой объем времени и в общем то от качества обработки зависит и результаты и все прочее вот и вот то что вы видите вот эти красивые картинки это результат очень долголетних многолетних то есть сложных и длительных может быть не многолетних но вот яркий пример многолетней обработки значит недавно нашумевший проект горизонт событий по-английски horizon event телескоп на получение этого изображения одного будем считать изображения черной дыры ушло два года то есть они сфотографировали что это был за эксперимент пару слов значит объединены усилия 8 радиотелескопов расположенных по поверхности земли и таким образом получается что диаметр телескопа это радиус земли но особой техникой как бы были соединены эти интерферометры и мы получили ну они получили очень высокое разрешение а вот эта вот обработка заняла два года почему-то было колоссальное количество людей колоссальное количество денег о цене уже говорить мне вообще даже не будем но если все-таки поговорить о цене то следующий рекордсмен в цене это большой адран адронный коллайдер центр это вот жене вот рядышком женевское озеро и вот такое кольцо длиной 27 километров но эксперимент того стоит достигаются энергии 10 т а зачем это вообще делается в принципе вот какой-нибудь не знаю прагматик скажет зачем вообще вот это вот все городить вот эти вот кольцо деньги тратить ну какой-нибудь там расчетливый человек скажет но растратить значит нужно какой-нибудь на романтик скажет это интересно астроном скажет это новый канал информации как бы вот мы когда воспроизводим на адронном коллайдере вот это вот все как бы частицы вот он такой большой что даже вот инженеры чтобы починить что-то они ездят по этому коллайдеру на велосипедах настолько он огромный вот им нужно тоже платить зарплату то есть там деньги колоссальные будут вот когда вы запускают там энергию то есть электричество расходуется колоссальным образом вот дальше что дальше больше в принципе достигаются энергии которые также измеряются из космоса и когда вот считается если они у нас лаборатории мы их можем поймать изучить так более-менее посмотреть вот но сколько мы можем как бы посмотреть вот следующий слайд пока а значит здесь во первых страшно люди говорили это вообще опасность для всей земли потому что образуются черные дыры крошечные черные дыры с массами близкими к массе бозона хиггса ну так сперимент был проведен мы выжили поэтому как бы опасность может быть она есть может там не все свершилось что надо вот но вот здесь может не совсем четко показано но вот желтой стрелочкой показано так вот тут тут кусочек как бы спектра всего космических лучей которые захватывают адронный коллайдер и может воспроизвести а вот остальная часть вот вселенная еще производит вот эту часть причем совершенно бесплатно здесь мы тратим деньги чтобы воспроизвести а здесь бесплатно и по этому поводу яков борисович зельдович отец наш астрофизики говорил что вселенная это коллайдер для бедных на его создание ненужные деньги он уже создан на него как бы зарплату сотрудникам на обеспечение на обслуживание тоже деньги тратить не нужно потому что он работает бесплатно только вот сидите и снимаете вот ваша задача осталась совсем маленькая что касается вот того рассуждения значит мы еще раз повторим что действительно это нужно то есть уже третья лекция уже не нужно вам доказывать раз выходите на лекции значит вам это нужно интересно и вот другие горят ну зачем мы лезем космос у нас тут на земле проблем хватает и можно изучать и всего прочего но поскольку мы живем на земле вокруг у нас космос мы астрономы это хорошо знаем и вообще космос наш дом поэтому надо его как-то изучать это новый канал информации то есть когда мы выходим за атмосферу мы смотрим рентген мы смотрим гамма он дает ту информацию которая приходит из самых дальних уголков оптика она поглотиться по дороге к нам и мы ничего не увидим собственно говоря гамма рентген доходит до нас и мы знаем гораздо больше чем раньше скажем так ну конечно вопрос о происхождении эволюции это астрономы начну это их кредо их как бы флаг открытие новых часть новых частиц это вот как бы в программе большого адронного коллайдера они открывают отчитываются этим на естественных ускорителях естественно ускоритель это конечно все таки природа вот где происходит очень сильные космические лучи мы немножко сейчас удаляемся хотя у нас курс рентгеновская астрономия но я вам предлагаю все-таки немножко заглядывать значит нас как вот рентген справа у нас более тяжел как как называется алексей область ален отлично гамма-излучение слева у нас что рустам ультрафиолет нет нет давайте запоминать это потому что вот когда мы ходим вот я считаю что после этого курса вы должны это четко вот от зубов если вы знаете хорошо вот помните я показывала шкалу но так быстро мельком специально чтобы запутать вас чтобы не запомнили но кто знает не читал вот вот наш рентген это мы справа гамма слева ультрафиолет дальше за ультрафиолетом что у нас оптика еще дальше инфракрасный еще дальше радио все усвоили более-менее разложили по полочкам лучше узнать быть уверенным в себе так вот гамма гамма это у нас идет примерно вспышек сверхновых вот по теме алексей кто занимается ну и вообще принципе вы любознательные люди в основном вот оттуда идет но все-таки нужно будет вернуться к нашему рентгену вот тут интересный вопрос сейчас будет задан вопрос который обычно задается на зачете то есть мы потихонечку потихонечку можем пройти сейчас вопросы зачета и уже к зачету мы не будем бояться потому что многие из них будут озвучены вопрос очень простой сейчас будете смеяться даже вот представьте себе вот наша земля наш земной шарик окутан атмосферой и таким образом атмосфера экранирует внешне космическое излучение а что если ну не то что не будет атмосферы не дай бог если вот мы заменим атмосферу эквивалентом какой металл у нас лучше всего поглощает рентген свинец отлично мации какой толщины должен быть слой свинца который бы окутал эту землю так чтобы он поглотил все рентгеновское излучение отлично в принципе правильный вопрос когда чем больше вот есть один вопрос как бы ответ пару километров давайте аукцион кто больше кто меньше сам директа меньше но чем больше это лучше он то он точно поглотит толщина пара километров он он ответил толщину хорошо народ я вам как бы понятно что вы не знаете плотность вы не будете считать там толщу так далее вам предлагается угадать сейчас не зачет не ставлю оценки так второе значит полца пара километров сто метров давайте третий для наташ сколько дальше а наташа сегодня пришло 50 метров 50 100 и пару километров они рентген 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 ну а лишь давайте ваш еще а между прочим интуиция тебе не подводит вот вот на прошлом и прошлом году победили девочки естественно у тебя есть возможность победить так толщина какая должна быть толщина этого свинца 30 метров арман ваше мнение 70 чего 70 метров ну хорошо в общем мнение в принципе все права потому что это вот вот толщина точно поглотит потому что на самом деле достаточно 50 сантиметров полметра и все поглотится наверняка так мы берем побольше 70 метров все правы все победили мир дров бесса ладно ну в общем вопрос зачета вы сразу будете полметра ну как бы может вы и не будет этого вопроса ну все переходим теперь рентгеновские орбитальные инструменты сейчас вот вы видите как бы а кстати вот вернемся на предыдущий слайд ребята вы можете угадать по внешнему виду телескопчик допустим доклад вот вы кивы несут космические следы трудно делать они там занимаются этими телескопами они все знают и сразу поправляют какой это вот телескоп даша молодец это не рентгеновский не рентгеновский вот я вас специально написал рентгеновский хотела сбить хаббл отлично рустам вы просто гений это хаббл лично строил лично летал вот и так мы переходим все телескопы высокопер рентген там наконец сказать на орбиту выходить но космонавты выходили конечно в скафандрах но конечно грешно рисковать людьми и как бы чтобы они выходили там сидели наблюдали сейчас уже бесконтактные методы это не экзотика не новинка самое главное что мы не можем повлиять на постановку эксперимента то есть мы всегда вне далеко то есть вот например вот сейчас мы вот сидим на лекции оператор на можно сказать зажгите лампочку чтобы подсветить там допустим лектора или студентов или там или наоборот выключите а там звезды мы не можем подсветить потому что ну не можем чтобы лучше было не было бы хорошо чтобы лучше было видно звезда там разрешение что-то между ними струи какие есть но это невозможно приходится догадываться это все бесконтактные методы вот конечно мы выходим на космическую как бы обсерваторию то есть на космическую орбиту и мы уже в первой вводной лекции говорили немножко как можно задетектировать рентгеновское излучение уже известно что оптическое излучение слушается рефлектор рефрактор она подходит телескопу к линзе подчиняется законам геометрической оптики и соответственно происходит фокусировка задача телескопа это сфокусировать куда надо куда надо на детектор то есть чтобы они пришли на детектор они куда-нибудь ушли рентгеновский кван он мощный он никого не слушается сам себе хозяин он подходит к этой линзе и проходит мимо игнорируя ее естественно не попадает к там там поставил пластинку везде мы не можем поставить ну было тоже каждый вариант это очень дорого чтобы что ли вот какие принципы кто помнит вот с первой лекции можно даже другими словами просто ощущениями кто был вот двое студентов были на первой лекции так первое коллиматор молодец неважно что с отверстиями а третий третий способ такой который позволяет разрешение сделать у них хорошего но они не могут разрешить не могут работать выше энергии 15 к нам нужно пожестче отлично это называется маски кодирующей маски я вам показала а теперь проверим насколько прав правы начитали на принципы детектирования сказала зеркала косого падения дальше ну вот пропорциональные счетчики но вы знаете что такое я вам как бы не рассказывать поскольку вы из курса физики даже из школы знаете что вот как вот счетчики работает значит у нас настроена как бы на какую-то частоту то есть до пробоя не хватает например одного кэва пролетает фотон один кэв происходит пробой его посчитали ну то есть принцип такой газ разрыв сейчас конечно вот будет 4 у меня уже сейчас работают уже полупроводники они как бы надежны но самое интересное что пропорциональные счетчики они всегда работают там неважно независимо от обеспечения и так далее а вот а вот все сиди матрицы там конечно посложнее тоже поговорим об этом так третье кодирующие маски я еще раз повторю то есть на первой лекции было в первом приближении очень так поверхностно что приятно что запомнили для меня это бальзам а теперь будет то же самое то есть кто не был ничего страшного то есть то же самое повторяю но чуть поглубже вот тем кто был на первой лекции может будет проще они считают что они уже знают ну знают почти все так и вот последний значит моментом это полупроводниковый детектор и плюс коллиматоры вот не лишне сказать что каждая обсерватория она имеет свой рабочий диапазон нацелен на конкретную задачу и это очень важно потому что вы скажете но полетел один спутник зачем 2 зачем 3 зачем их 100 если как бы ну уже есть просто у каждого своя задача какие-то спутники выходят уже из употреблению каждого и срок годности как у любой вещи так ну я показываю зоопарк этих телескопа чиков чтобы вы как бы привыкали несмотря на их но вот собственно говоря не сильно приятный вид ну что такое ну вот коробочка значит такие-то тут панели солнечные самом деле для тех кто занимается практикой вот кто у нас практики вот не до группа вот у вас делится на теоретиков практиков там вас даже номер разный вы теоретики а алена тоже теоретики ну да мне просто сказали что вот как бы значит у нас только алексей сегодня теоретик на все теоретики да шо ж такое кого у нас нет сегодня наташи не да ну тогда вам должно быть это очень интересно для вас это вообще песня это радость у нас эти самые батареи солнечные вот у нас появился новый объект новый объект это спектр rg вот но может быть найсер и сейчас интеграл вот я обычно здесь стал у каждого есть диапазон свой как бы задачу у каждого есть они не будут запускаться пока не будет продумано какие задачи не будет уже поставлено все чтобы потом был научный выход иначе им деньги потом не дадут на продление их эксплуатации они все продумали сколько топлива взять и так далее сейчас мы поговорим об этом значит мы говорили о зеркалах косового падения и сразу посмотрите вот эти длинные трубы это как раз зеркала косового падения вот все вот эти вот они сразу могут немножечко так отличаться кстати спектр rg это первый российский телескоп зеркалами косового падения значит один у нас немецкий вот широкие один это длинная труба это российская труба причем два как бы вы скажете а зачем два этот косового падения тут косового падения чем два телескопа правильно антон немножко перекрываются молодец почти шла к зачету вот и еще да то есть я предупреждаю когда вы отвечаете на вопрос я уже запоминаю и зачет все ближе 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 интеграл исчез спасибо за внимательность но я сказала правильно интеграл не поместился у нас сутки как бы сегодня мы поговорим просто отдельно и так зеркала косового падения значит мы уже говорим что вот если отражать чем чем под большим углом к нормале поверхности отражать квант тем больше энергии кванта можно отразить и в конце концов можно так вот все больше больше угол почти по плоскости почти скользящие у нас почти рентген конечно есть какой-то предел отражением какие-то кванты уже не работают но тем не менее какую-то часть можно это можно понять на таком простом примере вот например вы смотрите в воду какого нить озера неглубокого такого если вы смотрите вертикально вверх вот так по перпендикуляру вы можете видеть дно она прозрачная вода если вы смотрите под углом вы уже дно не видите вы видите зеркальную поверхность вот примерно по такому принципу можно себе нарисовать картинку что это работает для рентгена вот и кто у нас первый ганс вольтер он придумал что вот этот вот луди должен падать то есть мы должны собирать только вот эти лучи которые приходят под большим углом то есть понимаете вот эта поверхность она уже не работает она уже нам не нужна тут будут приходить те кванты которые отразились под под мат почти перпендикулярно и они уже как бы не отразятся не отразятся то есть работает только вот эта вот часть значит обычно делают два отражения чтобы было больше эффективно здесь ставят детектор значит в первом случае у нас парабола вторая гипербола то есть понимаете вот зеркала так постраивали срезали кусок право и вот вторую часть такую сделать но работает только вот эта часть и вот на втором слайде как раз хорошо это видно вот смотрите показано черненьким вот черненький то есть работает вот эта часть таким образом срезают ту часть которая неэффективна то есть вот здесь уже зеркала не поставили только эту часть хорошо ее отюстировали такая кругленькая это разрез конечно и вот поставили фокус значит детектор есть несколько комбинаций параболы гиперболы просто что вы знали я их не рисую обычно их рисует но как бы чисто геометрии сразу вы не не поглотите это знанием схема вольтера 1 2 3 тип работает обычно вольтер 1 и вот на спектре rg вот это вот российская и россии то и xr то есть стоит как раз система вольтер 1 и вот она изображена как раз здесь так еще вот значит эти спутники вот экзосад красот xml ньютон и свифт x и x rt они работают по принципу зеркал или оптики косого падения но работает вот и в общем то как уже является почти классикой какие недостатки вопрос русской аудитории как вы думаете я вам рассказывал примерно вы если не спите то вы думаете что же там плохо алёна правильно ограничение по энергии то есть только мягкие фотоны мягкие то есть они слабенькие фотоны один кафт этот и 15 дальше уже не работает дальше это жесткий первое ограничение второе свет теряет то есть эффективность по площади здесь вот это вот кусок он не работает работает только вот это вот периферия отлично срок годности но вот этот недостаток хушка шел быстрее деградирует чем кодирующая маска все то свинец труднее деградирует этот вот я даже это новое этого не писал как бы не не продумала спасибо еще алексей ален тяжело в космос запускать спасибо то есть практик такой с хорошим с хорошим потенциалом это допустим это вопрос решен недостаток самого зеркала ну да но при запуске может поломаться или чем это продумывается какой еще может быть недостаточек аберрации да все все что есть в оптике вот все что вы знаете с оптическими телескопами она все будет там допустим это учтено недостатки но вообще в группу востока новенького уже два этих самых нового устарение и аберрации что нить еще есть или все истощились поехали дальше сдаетесь малое поле зрения возможно ну вот принципе о молодец я специально не рассказываете тут этот вот лучше он почти по горизонтали идет продолжим его дальше вот где он пересечет оптическую ось ось у нас по фокусу идет правильно где на эту нет в общем за пределами этой комнаты может быть даже не знаю докуда большое фокусное расстояние поэтому вот эти трубы потому что я вам говорила и вот это как раз трудно запускать в космос кто у нас там говорил алена ну все вы рассказали сейчас я буду подумать над плюсами начать с проверим сколько что у нас совпало в прошлом году прям повторили все вот значит ограничение по энергии квантов до 15 к самое интересное вот я рози то мы говорим я рози то да она там кто у нас арты иксы на спектр rg он работает до 30 кф зеркала косового падения вот это ограничение видимо они что-то там придумали то ли многослойную оптику то ли еще что то то есть они продлили ведь верхнюю границу вот дальше что большое фокусное расстояние этому нашли и низкоэффективность площади даже сказала правильно плюсы угловое разрешение вот все что было от оптики досталось там хорошие там аберрации все прочее но и угловое разрешение очень хорошие вспомните коллиматоры я буду рассказывать понимаете на вообще никакого углового разрешения нет то есть объект должен быть один в поле тогда мы его разрешаем а если будет два мы их не разрешим это как бы сейчас буквально будет через пару слайдов понятно примеры телескопов зеркал косового падения но мы уже знаем что спектр rg это у нас российско-немецкий проект вообще на самом деле вот международном сотрудничестве вопрос а зачем типа с ними сотрудничать ну во первых это мир дружба ссср как у нас говорят во вторых все-таки финансы и деньги как вот быть с тем что допустим какое-нибудь частное лицо например алена там лично не ростом решили хочу пополететь вот и вот поснимать это будут мои данные ну первым все продумать авторные деньги иметь надо ракету купить или там арендовать космодром там вы на это время пока вы будете взлетать разрешение допустим получим там как-то там продумать но за всю жизнь вас не хватит денег естественно все эти проекты они совершаются в рамках какой-то там господдержки когда поддерживают государство лучше несколько государств это будет больше денег вот и может быть как бы больше полезных предложений вот тут вот следующий слайд написано так конечно очень направлен на решение фундаментальных вопросов космологии эволюции вселенной природы темной энергии сверхмассивные черные дыры то есть очень высокие цели у этого проекта и практически он ответит на все вопросы которые существуют но вернемся к такой вот поскольку практики очень даже хорошо основные характеристики миссии может быть вам будет интересно вот мне даже было интересно хотя я люблю там спектр навозиться нам всякие такие вещи дата запуска 13 вот люди не обоняются числа 13 как раз в тот день когда был запуск лев Григорь сделал какой-то там доклад в эки и мы их приглашали на доклад они сегодня сейчас мой запуск 13 данную что уже назначили 13 июля 2019 она вот они все верны его перенесли вот но назначили перед этим там по моему я была студентка заканчивала и вот когда писал характеристики что вот нужны специалисты для как раз для проекта спектр рентген-гамма я так думаю да не интересно даже было очень давно то есть на самом деле он готовился переносился плюс перестройка просто развал советского союза то есть там наверняка даты были такие что уже все равно хоть пусть полетит вот пусть 13 космодрома байконур и выводил ракетоноситель протон они действительно хорошие рабочая орбита район либрационные точки l2 пока это у нас такое вещи себе честно это покажем это как бы наверняка вы даже и знаете срок активного существования шесть с половиной лет в действительности это раньше писали семь с половиной лет но учитывая сколько они готовили сколько мы уже живем мыслью что он почти должен полететь вот но реально программа написано что на шесть с половиной лет масса заправленного то есть уже с горючим совсем пейло то есть все вот эти вот как бы телескопчики порядка но больше двух с половиной тонн ну может быть не так много я не знаю вот я не практик вот ощущение интуиция не подсказывает но все-таки это очень много ну часть конечно при выводе на орбиту значит топлива сгорит он будет полегче может быть два раза будет полегче ну вот какие-то такие может быть цифры у вас останутся голове а теперь более подробненько значит я уже сказала длинная арт xc это вот наша российская труба а это ерозита значит германия работают все по принципу косого падения но еще платформа навигатор она была сделана нашей россии то есть россия на самом деле много внесла вот даже я потом покажу сотрудничество на действительно запуск с нашего космодрома потому что бывает вот нагрузят на ракету потратят кучу денег она полетит и упадет или улетит в космос далеко все будет потеряно очень важно чтобы это все свершилось то есть вышла на орбиту заработала бывает так все хорошо вышла на орбиту там где-то в телескопе внутри есть газ который охлаждает он ушел все он не работает то есть там столько моментов потом бывает так что вот запуск планируется вот бывает откладывается вообще говорят что это самое лучшее это точно не пропадет никакая значит аппаратура сохранится хоть так на земле вот на самом деле конечно лучше карантинный срок это хороший вопрос но можно повторно запустить там продумать может какие-то еще детали но все-таки очень важно провести правильно запуске вот действительно российские итак что мы должны знать о спектр рентген-гамма значит у нас получается задачи какие обзор всей небесной сферы в рентгеновском диапазоне 0 3 1 ск с высокой чувствительностью угловым разрешением а были вот раньше такие миссии которые делали обзор всего неба кто знает были да и в жестком диапазоне были ну какие например телескопчики так рассад не слышу интеграл интеграл мастер мастер это у нас в оптике но хорошо что вы знаете название все таки это у нас также делается в рамках нашего института но уже хорошо уже кое-что сделали значит но еще один обзор не помешает во первых там все уже поизменилось может быть подтвердить то же самое сейчас я скажу почему все-таки лучше лучший спектр р.г. далее когда вот он проведет такой как бы скан всего неба выберут какие-то самые интересные объекты эти области будет повторно детально исследованы уже до 30 к ф в общем такая разумная программа сначала в мягком диапазоне а потом более подробно в жестком уже наш российский телескопчик посмотрит что такое точка либрации l2 это у нас солнце это у нас земля вот она все вращается и таким образом до . либрации l1 это у нас вот первая и вторая она была выбрана и вот орбита будет перпендикулярной линии соединяющей солнце и землю и орбита будет примерно 40 тысяч километров тут не будет а уже есть собственно говоря здесь у нас полтора миллиона километров вот план такой да и таким образом он будет спутником солнца понимаете что земля будет вращаться вокруг солнца с точкой либрации и этот как бы спектр р.г. он тоже будет туда вот как бы вокруг солнца тоже вращаться даже за землей в первые три месяца после запуска но они уже прошли перелет в окрестность точки l2 вот сюда вот юстировка калибровка тестирования и пробное наблюдение то есть тестовые задачи вот для интеграла были такие же тестовые задачи они потом оказались очень востребованы в общем все пошли пошли в дело дальше на четыре месяца первые вот это четыре года вот пошли четыре года проведение обзора всего него в диапазоне на 311 а оставшиеся два с половиной года это будет наблюдение в режиме трехосной стабилизации уже в том числе в общем-то энергии 30к в тех участков энергии тех участков в жестком диапазоне которые вызвали особый повышенный интерес может что-нибудь новенькое кроме но пока вот алена спрашивала если у вас данные я разит вот у меня пока нет международная кооперация я вам сказал но не буду перечислять а вот красненьким выделила это российские русскосмос нпл лавочкиной киран потом саров это у нас всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики остальные у нас значит сша и германия это полезно когда у нас сотрудничество это и больше идей одна голова хорошо двигала лучше всегда говорится и с точки зрения финансовой когда вливаются действительно дополнительные финансы это очень хорошо но не будем сильно останавливаться давайте сравним спектр rg с другими рентгеновскими обсерваториями ну вот чандра чандру никто не может переплюнуть она лучше всех по угловым разрешением какое у него разрешение кто знает хороший такой замечательный чандра ах какое разрешение угадайте ну хотя бы какую-то пробную вещь ты порядка секунды но между прочим близкими как меньше секунды меньше угловой секунды вот например на была задача когда у нас вот это вот горизонт событий наблюдал две черные дыры одну ночь центре нашей галактики а второй далеко 87 она далеко и вот с учетом этого расстояния получилось что там нужно было разрешить деталь она была меньше секунды а деталь такая вот это ядро мы хотим померить массу ядра а у него есть выбор струйный и в этом струйном выбросе образуются вот такие вот узлы и вот что говорит судьба такая что самый яркий узел прямо возле вот этой вот ядра и он бывает настолько яркий даже ярче чем само ядро и вот мы не могли отделить получалось что мы считаем массу и ядра и этого как бы по яркости он причем направлен почти на нас он уже с полюса получается что все излучение вот вы знаете вот релятивистская когда у нас скорость почти скорость света то вот если электрон допустим или там фотон излучает во все стороны когда он летит вот со скоростью света все излучение схлопывается вперед сейчас не могу и вот получается что если вы попадаете на лучше зрениям кажется очень яркая кажется что такой яркий объект на самом деле это все что у него есть хлопнулась то есть там мы считаем что это изотропная но предполагаем изотропно то есть на все раз при то есть на эту часть как бы по чуть-чуть а она все сюда сконцентрировано это называется эффект прожектора биннинг вот и получилось что очень яркое ядро еще более яркая значит вот это вот кнот узел мы не можем разрешить чандра спасла на разделил и что мне разрешение было меньше чем секунда так дальше и вот чандра мы говорили что очень хорошо однако однако арт xc да вот наш российский начинает работать там где и чандра xm мне тоже хороших свою уже перестает работать эффективно значит чандра до семьи восьми кэф xml до 10 а мы помним арт xc до скольки отлично до 30 кило электрон вольт это первый момент то есть он лучше вот захватывает более жесткую часть кроме того значит а тут написано так дальше давай нас про обзоры всего неба муж сказали что и раньше были обзоры зачем новенький нужен во первых он быстрее делать вот кто делал rxte вы не сказали интеграл это я сказала свифт вообще забыли ну что делать жизнь такая однако арт xc превосходит путешествующие телескопы по чувствительности один из прежних телескоп содержит 7 модулей но еще кроме того весь обзор он делает быстрее не знаю написано по моему следующий слайд самое главное что он делает быстрее до карту галактического центра млечного пути рт xc ушло порядка трех недель а ну стар ну стар он тоже делает обзор но забыли он делает целый год тут три недели понимаете чтобы быстрее потом можно чем-то другим заняться или просто отдохнуть в крайне нет нет конечно это нужно работает по моему до 10 то есть там мягкий диапазон достаточно 0103 дальше у него там сложности но стар обязательно должно быть поле зрения чтобы не было рядышком яркого объекта вот и поэтому выбираются очень специфичные объекты с не каждый объект и можем посмотреть а вот вот я слышала до до 10 на самом деле я просила я вот разговаривала с директором что ли фиона с фион их харрисон она говорила что пришлите не мы посмотрим скорпионок с 1 я хотела посмотреть какой там жесткий хвост как он ведет себя время вспышки уже нам не состыковала щеком который там занимается или может заниматься они посмотрели сказать что их приборы не выдержат яркости скорпионы x1 но жесткий хвост может быть то есть я думаю что до 100 кф просто я не занималась на старом но если мы смотрим на рекст и есть так 100 кф не интересовал жесткий хвост это просто позадачена хорошая аудитория сегодня вопросов много так еще раз что мы должны коротко как бы может вы запомните все но желательно что там оптика косово падения вот это рисуночек который парабола гипербола его только периферийная часть работает 2 обращается вокруг точки лагранжа а вы знаете что такое либрационные точки или нарисовать вам модель роша не надо вот в принципе обычно перетекание мы знаем про точку лагранжа l1 там где у нас как бы происходит прийти перетекание греции мы видим черную дыру по внешнему проявлению а это два почему мы забываем про него на то что существует модель роша работает вот и период обращения 6 месяцев ага значит нужно нарисовать не знаю есть ли тут ручка конечно вот честно говоря в ике они разрабатывают не только для спутников для вот этого случае документации куча это талмуды это этого не прочитать они все это разрабатывают решают это задача небесной механики просто они считают вот эти вот орбиты всех других влияния еще других планет в а то то же самое там гравитация то же самое то есть все зависит от массы конечно это идеализированная модель более того модели роша считается что эти звезды они точки это уже идеализация в реальности этого не будет а то это кстати тоже не будет учитывать выходе сказать что релятивизм это черная дыра черная дыра это масса это будет повышенная гравитация она опять же наоборот хорошо работает модели роша потому что она будет больше точкой чем какой-то протяженный объект но давайте поговорим про двойные звезды на другой лекции вот когда уже перейдем к микроквазаром и так далее с точки зрения перетекания конечно масса уменьшается вот это будет уже как бы но это вот дельта добавка она уже не сработает и все равно вы должны смотреть массу центрального объекта и потом задачу мы делаем постановку упрощенной все равно мы не упрощаем и вот твои эффекты не учитываем можешь учесть сделать а это к постановке задачи ее делали лет 20 они все это просчитали и важен размер орбиты вот обычно это вот были искусственные спутники земли они летали там допустим низкие орбиты плохи тем что тело земли закрывают участок который мы хотим посмотреть высокий орбит это лучше да и вот когда маленький у вас период получается земля попадает очень часто как то есть период значит наблюдения потом попадает земля выключаем опять высокий орбит это хорошо что можно наблюдать гораздо дольше день-два там и так далее вот земли мы знаем что день-ночь всего нас прерываются наблюдения высокий орбит а здесь получается что-то новое то есть у вас получается как бы вокруг солнца идет этот спутник он ничем не занимает не как бы не затмевается на самом деле можно посвятить отдельную лекцию открыть может взять доклад кстати если кто интересуется рассказать более подробно да 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 вот 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 сегодня я вам рассказываю и в конце скажу что я рассказал о мало и про то что существует вообще вот максимально что вот можно захватить вот доклад предполагается 10-15 минут может даже пять минут иногда вот сколько вы сможете рассказать продумайте но вот это было бы интересно то что я считаю что это первых наше российское вот поэтому нужно знать глубже то что я вам рассказываю это поверхностные все-таки знания и ваши вопросы показывают интерес мне понравился вопрос алексей очень глубокие согласны но подумайте давайте продвинемся дальше значит это вот да вот еще раз картинка я хотела показать еще раз это действительно потрясающе что будет летать вокруг солнца вот таким вот образом все-таки петлеобразно я пока не представляю меня не было таких вариантов работы они совершенно новые вообще чуть-чуть история но к ней был начать на первой лекции херберт фридман голливудский киноактер он работал по по заданию нас и узнать значит если проводят ли русские вернее советском союзе проводят ли испытание ядерной бомбы он придумал за счетчик гейгера настроил он то есть происходит он думал так что когда происходит значит испытание происходит мощный всплеск энергии гамма-излучения может рентгенская и он настроил счетчик гейгера так чтобы словить этот всплеск он действительно словил обнаружил естественные испытания проводились тайна вот но был астроном и он первым вернее его группа обнаружила рентгеновское излучение от крабовидной туманности то есть военные на самом деле вот если вы знаете историю что вот эти вот хабблы вот мы грим хаббл там много все тел а первые хабблы по-моему даже 9 штук они все были военные они смотрели землю свои цели когда они все же от наблюдали а а техника значит летает и все есть эти военные сказали астроном хотите возьмите у нас тут все есть вот и может что понаблюдаете и вот это вот техника пригодилась то есть военные они идут в общем-то плечом к плечу к астрономам очень коротко да и вот эти его там регалии все замечательно следующий герой рентгеновской астрономии это рикард джакони он очень много сделал для астрофизики я не сказал он действительно открыл много рентгеновских источников но уже вот видите годы то есть если фридман работал где-то там сороковые года то есть очень древние на самом деле корни рентгеновской астрономии то вот шестьдесят втором году запуск ракеты на и робби первый рентгеновский теле телескоп ухуру а вот кстати как называются телескопы вот вы когда-нибудь задумались почему название такой ухуру там а кстати вот спектр р.г. почему спектр р.г. хорошо вот вы с прямо вы как этот самый сказать рентген гамма а где там гамма правильно они на самом планировали поставить еще гамма но потом переграли вот не поставили в документации написано поэтому будем считать так вот на самом деле хорошо что вы помните что там только рентген косое падение это действительно рентген дальше уже даже жесткий рентген сильно не захватываются а гамма точно нет но это историческое а вот ухуру я вам закрою уже прочитали ухура значит дело в том что запуск этого спутника сосаде он два названия как бы почему запомнили больше ухуру он как бы запускался с в кении космодром в кении а там местные говорят на своем диалекте суахили и вот у них с пересох и значит с этого диалекта перевод ухуру это свобода улетел в свободное пространство и назвали его ухуру а вот дальше приготовьтесь я буду спрашивать почему такое название когда как на самом деле что-то на не перещелкивается так вот рентгеновский телескоп чандра в честь кого он был назван ну молодцы четыре сикара даже фотография перевела и дальше даже надпись и что действительно 2 он был запущен 23 июля 1999 года в принципе не так давно вот здесь он показан со сложенными крыльями что говорится сложенными солнечными батареями следующий слайд он показан уже с расправленными крыльями как-то мне кажется более красиво так были праздничным крышку открыл значит телескопчик а вот это вот космическая обсерватория чандра но хорошо бы вы немножко запоминали как бы вид и по крайней мере чандра работает какому принципу зеркала косового падения почему нет труба есть то есть труба это сразу зеркала косового падения дальше так еще раз дырочку вот эту вот это вот детали на самом деле да то есть вопрос такой где у нас ход где выход вот на самом деле я вот ну куда-то зайдет да они ставят еще такой паук для этих зеркал то есть вы его не увидите как бы в самом теле зашито вот это все вот и понятно что нужно конечно читать литературу вот рустанова ну вообще я вот начала лекцию с не серьезные ноты когда я была маленькая была в детском садике мы прикрыл такой же а что там заселены но это хорошо вообще на самом деле вот эти все вот изображения которые вам показывают дс-9 нужно программы эти все цвета не симулированные ребята они все придуманы вот мы просто подгоняем под наше визуально вот мы выходим там ночью видим темное небо яркие звезды ведь можно нарисовать небо белое а звезды черные также и зеленые то есть в принципе мы просто делаем так чтобы нам было приятно видеть потом обращайтесь к искусствоведом художником дизайнер живописным дизайнером эти все цвета они симулированы конечно эта картинка вообще ведь они страшные такие говорят но вот кто вообще теоретики хорошо нас тут все практики какая-то красота есть а их пытаются подсветить красиво там нарисовать как-то и все равно это получается не очень с точки зрения там какого-нибудь не знаю леонардо да винчи хотя он был на самом деле очень умным техником и конструктором а теперь вот сравните вот это вот получено в оптике а это получено в рентгене причем чандра которая вам говорила что она самая лучшая она разрешает меньше секунды вот это вот значит сверхмассивная черная дыра в центре галактики ngc 62 40 в оптике она такая вот красивая в рентгене что-то размазанное тут какие-то две точки но ребята это дорогого стоит вот это то что может вытянуть чандра это максимум что получается в рентгеновской области слева кстати хаббл по моему сейчас да хаббл часть немножко побольше поговорим о хаббле хотя это как даша сказала и уже не будет никакой тайны что это не рентгеновский телескоп а какой так хорошо оптически вот но она очень-то красивая бы сказала но мы помним что первые хабблы были военные вот это вот первое которое дали астрономам вот космический телескоп хаббл как вы думаете какая у вас высота даша без тебя никак доделать сколько размеров этого хаббла ты все знаешь про хаббл метров пять давайте аукцион кто больше кто меньше пять людей это значит у нас примерно сколько у нас полтора метра десятка сколько это у нас этажные человека ну вот у кого так 3-4 человека нет это это на самом деле два этажа три этажа должны умолчишь несколько метров такой вышел казус студенты хотали вот высота 500 600 километров нет это высота орбиты ну вот получилось так что я от не исправила но я специально оставила что вы такой потряслись это высота орбиты на самом деле высота его размер четырехэтажный дом рустамчик очень сильно занизил ближе всех был алексей на счету четырехэтажный дом действительно такая махина огромная что там все поместилось ну наверное восемь людей вот к ты кстати первый раз очень хорошо сказал даже поскромничала так еще какие параметры и диаметр зеркала 24 метра такс и вот оптический телескоп значит далекий ультрафиолет и ближний к то есть все правильно сказали как бы это вот наш соседний не совсем соседние с рентгеном но хорошо бы знать эту картинку вы уже видели когда мы на первую лекцию любовались ночным звездным небом но здесь вот еще вот вы не обратили внимание вот такой есть квадратик это как раз поле зрения хаббла вот сколько он захватывает и достаточно много в оптике и получает очень хороший изображение телескоп кеплер вот принципе у него он работал мало сейчас уже не работает на него была такая великолепная задача высокая что ли поиск похожих на землю планет орбиты которых находится в обитаемых зонах около других звезд все сказано так что практически в нашли неземную цивилизацию пока вообще как бы он находит данных очень много они архивные слава богу нам платить не нужно то есть просто нажимаете из и скачиваете вот как бы так хотя нужно знать где где нажать и откуда скачать снизу этот был запуск то есть вот он это люди это вот как раз далеко естественно запуска вблизи всех удаляют радиус я не знаю вот лев лигорьевич может подскажет в радиусе каком всех удаляют вообще людей потому что там излучение и все прочее это ударные волны идут и так далее вот запуск помню до сих пор это было всемирное ликование ура запустили кеплер но он красиво действительно летел вот такой вот яркое событие кеплер очень яркое название смысл канаверал канаверал штат флорида вот значит это вот центр центральная часть нашей галактики вот яркая точка в рентгене это вот как бы центр черная дыра массой ванны ночью 2 миллиона солнечных масс 46 да там действительно вот когда будут показаны результаты горизонта событий может быть там еще что-нибудь другое скажет после обработки сейчас такая действительно версия что четыре или шесть сумму миллионов солнечных масс ну это уж как бы коэффициент а вот то что мы видим в оптике я вам показывала вот эту картинку значит в оптике мы не видим там ничего яркой точки там просто черная точка как бы и мы понимаем что что там что-то массивное темная там по видимо черная дыра именно по траектории звезд вот бежит год как бы меняется есть постепенно смотрит видит что траектория искривляется она может искривляться только под действием обочины грационного поля то есть видимо там черная дыра вот эти вот миллионы солнечных масс вот а возвращаясь к рентгенам и видим что вы начнете у нас все черненькая а возвращаясь к этому видим что у нас тут яркая точка то есть согласны что рентген очень даже полезная вещь космический детектор еще бипосакс я вам просто хотела пару слов сказать такой замечательный спутник он работал к сожалению мало что-то вышло из строя но у него данные очень замечательные у него стояло 4 детектора причем такие что вот они спектр спектра строили такой что они как бы перекрываются немножко и получается в общем один 2 3 4 каждый детектор имел фантастическое разрешение в своей области когда все это складывается получается спектр очень широкополосный и везде высокое разрешение то есть мы видим от 0 1 кф до 200 кф и он действительно очень красивый и они включив программу свою сразу как только они вот запустились он еще работал все известные кандидаты в черные дыры они все все отсняли кто только он перестал работать есть вот скорпионок с 1 они поставили в он яркий был в программу тут же закрыли все шторки потому что он выжег все детекторы настолько он яркий это вот бипосакс да еще помните прошлом лекцию я вам рассказывала про работу в экспек когда мы подгружали два спектра вы не спросили такую вещь вот допустим один спектр у нас получается какой то вот такой вот допустим кусочек детектора а второй детектор идет они вот не стыкуются что делать чтобы вы сделали вот еще раз говорю безвыходных положений нет такого не может быть чтобы был скачок это все будет физику его подстраивать это обозначает что неправильно подобрана арф матрица по оси y то есть вы должны подстроить вы должны выбрать один спектр которому вы верите а потом уже подстраивать а здесь на бипосаксе у нас четыре детектора вот представьте все будет разные кусочки нужно выбрать один это вот название лекс микс потом очень длинное такое название выговаривали последний птиц и вот микс он самый такой доверительный выбирают 2 и по нему уже можно делать так называемую кросс нормировку нормировать на что-то такое с учетом 2 значит детектор свифт и там работают действительно зеркала косового падения но почти закончили да вот еще свифт он такой маленький телескопчик у него там это камера в оптической размером с камеру фотоаппарата линзочку но она много чего наснимала и вот допустим в оптике в ультрафиолета польза в чем камера может быть и плохая но она стоит на одной платформе у вас есть рентгеновский мягкий там xr-т и есть жесткий бат есть оптические главное что между ними не нужно проводить синхронизацию по времени там какие-нибудь учет что-то там разные орбиты расстояния но это вряд ли но все одновременно то есть если что-то вспыхнула можете везде посмотреть так нужно уложиться вот вот значит самое интересное это когда у нас вот результат самая начальная часть пышки почти никто не может зафиксировать и вот она вспыхнула и мы уже смотрим хвост а начала не видим ну вот земли один раз вот в оптике посмотрели тут же включили значит рентген это вот на свифте и таким образом было получено пусть там не знаю две-три точки носки начальная фаза как вспыхивает это очень важно для проверки моделей которые потом теоретики придумывают что-то происходит поэтому они просят практиков заснимите пожалуйста начальную часть пышки это действительно важно ну все переходим пропорциональным счетчиком и коллиматором кто уже был на первой лекции все уже все знают значит у нас такая идея что чтобы от наблюдать какой-то там источник точечный мы должны вот направить детектор на него то есть если мы поставим просто пластинку детектор у нас будет сыпаться все 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 что есть все что можно все весь рентген получится каша вот чтобы отбросить косые лучи вот эти а только мы считаем что объектные бесконечности от него идут лучи параллельные нужно каким-то образом вырезать только излучение вот этой части в этом направлении то есть получить какую-то такую ориентацию для этого делать такую вещь опять же берут этот самый свинец который поглощает хорошо такую болванку плоскопараллельный кусок может тоже пол метра как атмосфера и нарезают вот эти вот отверстия как сказала алена параллельно друг другу и вот эти вот параллели направляют туда в направлении как бы исследуемого объекта и мы получаем мы считаем что все косые лучи поглотились вот красные стрелочки от объекта например вот они все проходят вот в эти щели дальше ставится все таки система антисовпадений что это такое все таки считается что какой-то луч может пройти сюда во первых это может быть более такая энергичная частица она будет поглощаться там его постепенно в свинце и в итоге выйдет здесь как рентгеновский клан вот это будет паразитное понимаете потому что она будет идти не от объекта не это не красные стрелки поэтому ставит такие проволочки вот нарисованы просто в разрезе вот эти проволочки натянуты если у нас будет идти вот отсюда он пролетит отразиться вот на этой вот проволочки на 2 на 3 все он отбрасывается если допустим идет наш он ну максимум 2 ну максим ничего вернее максимум 2 то есть там как бы посчитано сколько он должен пройти проволочек конечно будут какие-то все равно паразитные мучи их будет намного меньше и снизу мы ставим конечно детектор который уже считывает пока что мы считаем что у нас есть такой детектор а вот я рассказала недостаток достаток большой вис вес и низкое разрешение ну большой вес это уже сказали что его трудно будет вообще запускать и так далее не только запускать потом в космосе как вы думаете как вот разворачивается спутник как он разворачивается что пши-пши то есть вы считаете что там он будет тащить лишнее топливо которое будет запускаться в нужном направлении каждый раз при перенавидении то есть пши-пши все-таки хорошо на самом деле на самом деле я помню что вот нам курт читал лекции он запускал спутники к сожалению вы бы вы не заставили его лекции владимир гдалевич курт он рассказал что там есть система противовесов вот они как бы вот плечо вот вы знаете плечо от противовес перекручивается как бы и вот меняется момент инерции он разворачивается но это конечно надо очень хорошо аттестировать проделать но это экономия топлива кстати сколько топлива если он допустим работает 10 лет сколько на запас топлива топлива надо беречь все таки ну допустим вот он развернулся он у него большой вес ему нужно может труднее развернуться вот к этому начала это всю как бы историю рассказывать вот иногда место свинца берут еще бериллий он тоже хорошо поглощает рентген а низкое разрешение в том плане что вот если будет еще вторая звездочка рядышком от нее излучение будет как эти тоже параллельно потому что мы считаем что они на бесконечности и вы померяете суммарное излучение двух звезд получите спектр и получить физику двух звезд поэтому вы должны хорошо знать или посмотреть другого спутника в эту область если там еще какой-нибудь тело быть уверены что ничего кроме фона и одной звезды ничего нет а если вы не уверены нужно повышать разрешение так что тут еще я хотел написать инструментальный шум понижается за счет температуры то есть вот вот этот вот как обувь все это погружается в такую камеру где низкая температура вот это вот система голубенькая называется система антисовпадений вот так назвали не знаю что там почему так но вы поняли чтобы не было паразитного шума так что же такое зависает иногда техника перенавидений вот это я вам рассказывать не буду просто там стоят два телескопа вот я вам рассказала pc он работает 320 а хексте работает на более жестком но грубо говоря он половину периода какого-то там смотрит на источник половину на фон чтобы учить фон правильно качающийся такая вещь кому интересно будет можете почитать но чем больше разнообразные принципы детектирования тем более верный результат то есть вы смотрите вот эта часть писи она строится в мягком диапазоне а хексте она вот более жестком обычными проблем нет очень хорошие данные все работает и вот техника перенавидений тоже работает фон хорошо учитывается кодирующие маски кодирующие маски это вот такая вещь если у нас есть две звезды на бесконечности нам нужно их разделить тогда строится значит такая тонкая как бы вот для нас просто мы берем там тонкий лист который поглощает рентген на самом деле нужно подобрать такой металл такой материал который действительно поглощает чтобы он был тонким и набиваем какие-то дырочки мы уже выяснили что математике потом последствии понятно что нужно чтобы вот эта матрица имела обратную то есть когда происходит декодирование то есть решение обратной задачи поэтому мы строим эти дырочки каким-то определенным образом для математиков это просто бинарная матрица стоящая из нулей единиц вот но тем не менее мы понимаем что от красной звезды когда она проходит вот эту вот как пластинку там где дырочка проходит свет там где темное не проходит и вы получается это как бы на выходе какую-то тени грамму то есть тень от красной звезды и тень от синий но опять же получается каша но тут отдается все математикам и они решают обратную задачу восстанавливают изображение и получают очень-то хороший результат о хороший вопрос значит получается вот такая тени грамма тени грамма вот вот в силу такую кажущейся простоты этого метода он достаточно сложный то есть первое нужно подобрать такую как бы на первых матрицу хорошую во вторых суметь вот из этой каши восстановить изображение сейчас три секунды отвечу на ваш вопрос покажу следующий слайд вот реальная матрица реальная как бы даже не матрица а кодирующая решетка кодирующая маска тут трудно назвать маска это целая решетка она тяжеленная она вот таким образом как бы оформлена по просьбе математиков и вот у нас крабовидная туманность слева посмотри алексей что у нас здесь получается вот такая вот каша при том что это один объект карбовидная туманность она в рентгене . вот что в результате математики получили как это происходит это кажется фантастика вот ну в общем фурии анализ там как-то все это делается деконволюция а получается что у тебя как бы звезда звезда она же светит как бы параллельными лучами пароль параллельник казалось что должна быть просто одна линия на самом деле это множество линий параллельных лучей идет вот и у тебя получается что на ту вот маску которую попадает эти параллельные лучи с одного направления у тебя получается картинка та же маска но уже на плоскости на выходе а другая звезда нас расположены немножко как бы левее вот маска чувствует что она уже у нее угол наклона вот этих всех лучей параллельных идет по другим углом она построит другой тенеграм похожую на эту на другой звезды вот а математики понимают что маска ты была одна и та же но под разными углами поэтому проще им как бы разрешить понятно спасибо за вопрос так теперь да вот карбовидная туманность это в оптике что она представляет собой чтобы интересно здесь так а здесь вот . это хорошо что в рентгене почти все источники точно но это сразу уже подсказывает что светит только центральная часть компактная наверное черная дыра вот так она есть кодирующие маски ну вот чуть-чуть я вас нагружу вот в самом деле вы можете подумать кодирующие маски это ноу-хау это прям такие нанотехнологию вчера только как бы сказали и все они работают очень давно кстати вот на обсерватории гранаты в тоже бипосакс там и есть и зеркала косого падения также были на модуле квант-1 а кто знает чтобы квант-1 модуль где он стоял орбитальная станция мир которую к сожалению затопили но представляете вот даже вот там космическая станция на свои там задачи но не забыли про астрономии сделали модуль квант на котором был телескопчики и космонавты проводили астрономические измерения свои какие-то так на хиты еще вот обсерватория свифт имеет жесткий как бы детектор бат он очень такой жесткий и интеграл тоже вот и без и спи этом до 8 м с они работают вот именно кодирующих решетках вот к сожалению фотографии спин нет такие вот круглые там как соты это же вырезанные дырочки и есть какие-то полупроботниковые счетчики я вам говорила что тут есть как бы пропорциональные счетчики как бы вот которые считают но сейчас уже ставят сиди матрицы как они работают пример значит весь фокус то что вот они сделаны из кристалла германии активированные литием все таки потому что если он не скажу у вас останется какой-то такой мысль что где-то есть какой-то фокус то есть почему вот а носки детектирует сейчас вы поймете дальше будут к чему я говорю значит стриповые детекторы они такие полоски они перпендикулярные они действительно помогают как бы уже координаты частиц с точностью до десятка микрон тут пропустим но просто что координаты вот если вопрос будет как они строят pzs-матрица что это такое ну короче говоря вот каждая ячейка ты pzs-матрицы такая как бы потенциальная яма видите это я спешу вот каждый пиксель это потенциальная яма и вот фокус том что светит на нее излучение и в эту яму сваливаются электроны пропорционально тому свету который падает на эту ячейку вот это делают вот эти вот то что я искал германии активированные литием вот они каким-то образом могут это делать они чувствуют ну плюс там конечно калибровка все сделано вот в течение какого-то заданного интервала времени вообще телескопы меряют скорость счета фотонов ну или частиц каких-то вот они меряют если бы нас просто было какое-то там за все время на существование обсерватории это было бы глупость а я какой-то период значит все это накапливает потом темное время зовут мертвое время потом опять они начнут накапливать так далее в итоге они получают количество отсчета в секунду то есть когда быстрее или медленнее мериться именно в единицу времени значит вот потом когда уже у нас накопилось по окончании этого времени электрические заряды накоплены на каждом пикселе по очереди передается на выход прибора и измеряются вот как они измеряются поскольку практике неприятно вам рассказывать вот по действиям света притянулись к затвору и будут накапливаться на границе раздела окисел кремни непосредственно под затвором и сваливаются в другую потенциальную ям то есть принципе все как бы вот вы уже прошли курс физики вы знаете что такое потенциальная яма чтобы по проводники дырки там электроны и так далее вот все вполне реально все то есть вы можете понять сделать труднее согласно тем более чтобы она работала и так далее буквально пару слов про гамма это ферми тоже он такой похож конечно на нашу принципе я вам рассказывать не буду просто пару слов название ферми достаточно сложно это имени ферми ну в принципе это гамма-рей-лач-эроспейс телескоп у него низкая орбита земли то что мы здесь высокие есть низкие вот телескоп большой площади он работает от 20 мэв до 300 гэв я вот как бы как рентгенщик не понимаю зачем такие мощные энергии нужно мерить вы знаете что это канал информации и так далее вот но тем не менее просто что вы почувствовали насколько рентген мелкий по сравнению с гамма диапазона в гамма-рей-бурст монитор а вот это очень хорошо эти гамма всплески проходят по всему небу когда они вспыхивают вспыхивают до сих пор не знают что это такое вот и поэтому нужно наблюдать как можно больше а потом может мы поймем что это такое вот от 8 кэв до 1 мэв работает чувствительность очень хорошая вот и они меряют все вот мы говорим все на самом деле пытливый студент скажет все кроме когда вот землей закрываются эти земля она поглощает гамма так и еще про черенковский телескоп просто чтобы знали что есть такой проект он стоит на земле что очень важно гамма рентгеновский телескоп и работает значит у него получается над уровнем моря высоко то есть в горах так и он работает так диаметр 17 метров он меряет вот эти вот ливни частиц когда у нас происходит как бы буря космическая и потом начинаются вот ливневые то есть частицы одни порождают другие вот ну совсем пару слов и вот что он представляет собой вот кажется что он просто зеркальная в действительности у него шиты вот такие вот как бы вот то есть он многосекторный вот и работает он в диапазоне 50 кэв это нижняя граница до 3 30 тэв страшное дело а вот тебе про станцию мир которая вас спрашивала вот показан этот мир квант то есть он конечно маленький такой телескоп что говорится маленький как называется модуль модуль на теньки меня был к сожалению ее затопили да он летел он горел страшное дело жалко больше такого не будет гранат это вот наши российские телескопы он действительно много чего наснимала по моему даже на гранате первое ошибочное детектирование аннигиляционной линии в источники с черной дырой до интеграл вот я его не показала на общей картинке зоопарке этого всего круче потому что я о нем немножко скажу вот он был запущен 17 октября 2002 года вы можете забыть это а вот я не забыла потому что это очень полезная деталь все данные вот этого спутника хранятся вот в этом красивом кастле замке я вам рассказывал и чтобы попасть в этот кастл там есть кодовый замок вот и куда он замке стоит шифр 17 10 02 вам ничего это не напоминает они очень любят дату запуска 17 10 02 я там было 33 года прижал у меня были там миссии то есть там была такая вещь что если вы хотите сразу забрать свои данные и владеть ими год вот есть такое правило что владеете куда но еще важно чтобы быстрее забрать потому что дают через месяц а если вы приезжаете на время наблюдения вот этот кастл как бы и заявляете что вы здесь вот находитесь в этом здании мягко выражаясь естественно договор это идут раньше вот тогда мы дают сразу но тоже запаздываем на сутки то есть от наблюдали через сутки мне скидывают я смотрю говорю что да действительно объект один хорошо то что надо все но бывает так что сбита аппаратура там какая-нибудь тестировка или там рядышком вспышно через 1915 как лампа и нашего не видно вообще но тем не менее вот так а второй год вот я приехала как раз наблюдение вот такие быстрые на четыре дня не забыла спросить вот приехала вечером поздний был рейс вот и думаю мне нужно позвонить гостиницу телефон сил я решила прийти к код я набираю 17 10 02 и открывается так что этот цифру пожалуйста на всякий случай запомните вдруг они сохранили вы туда еще попадете но это шутка естественно они если что они вас встретят вот он был запущен 2002 году планировалось что он уже закончил свою работу до сих пор работает потому что очень большой выход научной информации и были получены дополнительные деньги на обслуживание деньги большие конечно первых там сидит постоянная служба слежения работы все системы работают как бы круглые сутки вот аппарат очень интересный тут у него много как бы есть и зеркала косого падения есть по моему и кодирующая апертура и просто оптический или скобчик интеграл как это вот название не буду вас мучить потому что уже ближе к концу international гамма-рей астрофизик лабораторы вот почему-то решили сократить до интеграла а сразу люди думают но это знак интегрирования что еще мы знаем из математики оказывается это вот такое сокращение аббревиатура вот значит перигели close to с 10 километров у него очень высокая орбита очень высокая но вот чистая масса больше чем у нашего спектр rg везде практически я думаю что в два раза больше три с половиной тонны дамы аппаратуры больше и сотрудничество больше детекторы обсерватории интеграл значит самый главный это и без франция 18 сейчас и без франция италия 18 100 кф вот второй этап спи франция германия 100 кф 10 мев вот он может ловить космические частицы джим x 3 10 к в самый хороший диапазон но к сожалению там нашли инструментальную линию прямо на линии железа вот хорошие вот когда видите спектр вы сразу видите что линия железа такая красивенько ровненько не мохнатая вот прямо весь спектр такую но видно что точки когда вот наблюдательный этом крестики то ошибки а когда вот линия железа она но она очень интересная потому что она дает диагностику вот а потом как раз там у нас был практикум если мы договоримся проведем небольшой практику так они приглашали провести и большую часть мы просидели за компьютерами и нам просто рассказывали какие-то задачки решали грунт какая красивая линия железа а потом посмотрели что среди что каким-то образом сам детектор фонит то ли это космические частицы которые бьются в корпус изображают или еще каким-то образом но она просто инструментальной линии еще из дектора он c это оптический но практически в диапазон вот который у нас обычный в фильтр то есть там в общем-то все можно посмотреть главное его достижение я вам говорила за что получили ребята вот михаил ревницев и роман кривонос как бы были написали работу и первых михаил ревницев диссертацию докторскую вот эта вот галактика плоской галактики они посмотрели что это не газ а это множество дискретных источников поэтому распределение звезд мы говорим они газа то есть все уже они доказали было очень много борьбы много борьбы с европейским сообществом астрономическим вот доказано дальше ну вот говорили про телескоп мастер просто я должна обязательно сказать поскольку мы говорим об обзорах тем более что это наш российский гаишевский телескоп далее вот помните мы говорим что есть так называемый слоновский цифровой обзор всего неба а кто-нибудь его видел ну вот сейчас вы видите такая трубочка вот он делает но еще либо ливерпульский телескоп так что а вот эта картинка ну честно говоря это вопрос на посыпку что это такое растам нашел что так молодец вот это вопрос на зачете я постала студентам просто чтобы кто-то подумал наверное прогулял ту лекцию не знаю на какой-нибудь спутник 2 подумал может я проспал к не слушал девочки сказали что это украшение ювелирная смотрите действительно прям очень красиво русском сказал то что на самом деле есть это действительно такие спутники запускали гелиус-1 гелиус-2 они не полы внутри они внутри из медиа и то есть получается что они очень тяжелые и всегда мы знаем их положение можно калиброваться по ним почему 2 но так удобно поразительно что они будут летать у них сопротивление воздуха очень маленькая скорее всего нас уже не будет они будут летать но не будем о грустном но это так что вы проснулись это не не рентгеновский телескоп базы я вам говорила уже про нас а еще есть симбат еще есть вот такие вот астрономические центры сады но действительности когда выходите в интернет вы можете это найти из для себя выбрать какие-то базы но вот в том числе нас а я считаю что это самое лучшее там собрано все когда нужен конкретный спутник ну вот какие-то данные иногда нас они выкладывают бипосакс тогда можно выйти уже на базу данных бипосакс и посмотреть там но вот нас гораздо удобнее ну и под закусочку я просто бы хотела сказать что все вот то что мы говорили во первых я рассказала о малое по сравнению с тем что есть то информация о спутниках которые вообще есть и это невозможно в рамках там одной лекции все рассказать но мы сделали попытку там спектр рг мы познакомим какие-то еще спутники вот и самое главное вот резюме вы скажете ха 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 что такого главное что для рентгена нужно выходить в космос то есть атмосфера поглощает но я думаю что вы уже это усвоили вот и наблюдение во всех диапазонах и самое главное конечно венец всех этих усилий это результаты насколько они там яркие судить вам но вот это вот например вот центр нашей галактики черная дыра вот она была в спокойном состоянии вот она уже в высоком состоянии это это в мягком рентгене вот какие-то еще другие наблюдения а вот это вот вы не ожидаете что я поставлю как у достижения но для меня это очень интересно т.д.е. tidal disruption event если например у вас есть двойная система с черной дырой то соседняя звезда рано или поздно будет съедена и вот это вещество которое как бы есть она перетекает и дает нам излучение а если у нас черная дыра так расположена что у нее нет никаких вот рядышком не звездочки на не двойная ничего вы никогда не увидите один ученый он мартин рис он предположил что да мы не увидим но если вдруг будет пролетать звезда какая-нибудь рядышком летит глупенькая звезда и не знает что по курсу черная дыра она и чувствует конечно чувствует что притяжение есть но куда деваться в не уже курс такой что я нельзя никуда вправо влево тогда она в зависимости от прицельного параметра либо будет поглощена и либо траектории искривлена как случае центра галактики помните такие кривые линии и пролетит вообще если очень далеко и даже не почувствует еще есть вариант что она подлетит и не будет вся разрушена а у нее останется ядро а верхние слои будут сорваны тоже будет такая вспышка вот такая вспышка произошла и люди сказали это у нас как раз разрушение звезды черной дырой эта вспышка в оптике после этого начали наблюдать рентгенчики почему я как бы присоединяю то есть начальный только оптика посмотрел а дальше вот рентген и самое главное как будет падать вот это вот излучение тот же мартин рис по видим бы очень хорошим математиком поэтому он подумал что если разрушается вся звезда это вещество эти обрывки огрызки они будут долго летать вокруг этой центральной черной дыры образуя диск но это будет уже стахастический процесс а любой стахастический процесс затухает со временем ты в степени минус 5 четвертых значит если у нас закон затухания вот такой тогда это именно разрушение черных дыр звезды черной дырой вот ну вот чандра померила спектр и получила какие-то еще знания вот еще раз схема летит звезда приближаясь к черной дыре дремлющий черной дыре она потихонечку вытягивается потому что гравитационное поле черной дыры настолько мощное что она уже различает при передней части и задние передние вот эти которые ближе к черной дыре они притягиваются сильнее а задние меньше и получается что за до растягивать и разрывается потому что ее как бы растягивая в конце концов она лопнет вот и допустим что если она вся почти уходит на образу диск этот диск мы видим он будет может светиться порядка двух лет то есть пышкой потом долго мы смотрим и думаю что такое так теперь этот слайд наверное для алены вот был такой момент что вот здесь у нас как бы время которое проходит как вот у нас затухает там один из авторов я узнаю руди руди он сказал что а вдруг это там в центре никакая не черная дыра нейтронная звезда оказывается нейтронная звезда остывают определенным образом он предложил закон это получилось что у нас несколько по-другому остывает поэтому какой-то казалось черная дыра нейтронную звездочку исключили но идея была хорошая проверить и такую идею так чандра вот мы говорим там такое разрешение хорошие спектром спектр он строит вот энергетическая не сказал что очень хорошая потому что вот линия она уже как бы не очень хорошо видит у нас будет одна лекция посвящена линиям тоже такая техническая почему потому что линии в рентгеновском диапазоне они все известны какие есть иногда не в поглощении иногда в излучении по ним удобно проводить диагностику маленький кусочек такой если вы позволите вот пример что все-таки иначе андре она строит и хорошее изображение и спектр неплохой дает вот а здесь вот этот слайд вот вы знаете что есть мягкое состояние и жесткое ну даша может еще не знает когда у нас черная дыра находится спокойном состоянии у нее спектр более-менее наклон какой-то вот горизонтальный в определенной системе координата когда он переходит в вспышку не появляется много мягких фотонов и можно сказать что спектр если аппроксимировать касательно имеет другой наклон это вот мягкое состояние ну просто первый человек который придумал он дал такие названия а вторая диаграмма очень интересна тем что оказывается если построить поток как свете как черт текст человек не было на предыдущих лекция на первой лекции значит мы мы говорим о лебеди x1 это черная дыра 1 здесь я хотел сказать что линия замкнута то есть происходит вот такой как бы круг то есть во время состояния значит вот сейчас мы говорим про аппаратуру дальше будет интереснее дальше будет только уже наблюдение уже интерпретация и теория то мы будем разбирать более подробно сегодня просто аппаратура и что с этим вот что она дает нам то есть мы делаем столько усилий оказывается черные дыры вот ходят по такому кругу если взять другие координаты то получается такой как бы вот гестерезис и даже назвали вот этот эффект эффект гестерезис а что это такое он никакого отношения к тому гестерезису который есть там у ферромагнетиков не имеет просто картинка была тоже самое вот просто факт такой что она вот как бы замкнута она идет по разному то есть во вспышку она идет по такому пути допустим со вспышки идет по другому пути по другому потому что диск и вот переходный слой они по-разному наполняются и по-разному светит это уже говорить именно о модели вот алексей как раз спрашивает вопрос который который мы говорили в прошлый раз но как бы я предполагаю что на первой лекции есть на второе ему уже сказываю то же самое повторять не надо если нужно я повторю да немножко нелогично есть такие просто вспышки как бы вот самое главное как бы снапшот что дают телескопы просто чтобы у вас была картинка обычно я показывала что вот например здесь показываем к стержи вот один допустим объект я показываю что у вас меняется наклон спектра а это то есть для одного объекта здесь хитрая картинка здесь нанесли несколько разных объектов и кажется что-то новенькое запомните все черные дыры все разные вот у через допустим вот такая я привыкаю к этому смотрю а вдруг другой черной дыре 4 16 37 по-другому то есть гор будет где-то в другом месте некоторые считают что там рефлекшен работает или еще что то то есть нужно разбираться карты будет индивидуально и вот мне понравилось когда вы начинали работать с ручком григорьевичем он говорил игру может быть еще один объект наблюдать статью нет лучше 100 статей по одному объекту чем одна статья по 100 объект они все разные их нужно действительно по-разному изучать так это вот начальная фаза вспышки не буду дразнить алексея потому что здесь вот как бы не показывают макси немножечко и бат то есть они вот разные мы смотрим вспышку с разных телескопов и здесь была очень большая удача что эти телескопы зафиксировали начало под начальную фазу вспышки для чего она потом рассмотрим на будущей лекции вот здесь просто пару слов про телескоп макси дело в том что обычно в трексте работал телескоп у него очень хорошие данные я вам рассказала там коллиматор огромный все прочее но он закончила свою работу но еще интересно что на борту этого же телескоп чека этого спутника был такой называемый sm это монитор всего неба и он независимо от а вспыхнул объект или не вспыхнул он его наблюдал вот все все чтобы не было если вы нужен какой-нибудь объект посмотреть что с объектом допустим вы заказали наблюдение на интеграле есть такие заказы наблюдений которые не фиксированы допустим сс мы говорим только затмение мы четко знаем эфмериды когда начинается отмение так далее а бывают такие заказы я была на комиссии они говорят что по факту вспышки когда он вспыхнет тогда мы наблюдаем ребята говорят а как же так мы будем прям перенаводить перевнести перенавести телескоп это очень трудно нужно заранее поставить в эту точку откуда мы знаем когда он вспыхнет то есть нужно поставить и ждать очень рисковать а вдруг не вспыхнет и что делать ну вот тогда придумали такую систему взять данные с этого монитора всего неба а если когда он допустим он показывает все есть характерные такие признаки что будет вспышка например он подсел очень сильно потом еще возможность строить спектр мощности я обязательно дам спектр мощности когда у нас будет микроквазара спектр мощности подседает пропадает кубу и после этого прыгают происходит вспышка играет что вот вот эти признаки до выполняются тогда значит перед при наводимся на этот объект и не часто это срабатывало давало действительно полезно вот а когда у нас а я сам перестал работать все бросились на этот максим он тоже делает монитор всего неба вот например aquila x1 все диапазоны заказали его не заказали неважно мне просто мониторирует ахма вспышечка нет кому-нибудь пригодится во первых они дают хорошее дело это все бесплатно во вторых они просят если вы используете наши данные в давайте ссылку на наш сайт всего на все что тут такого вот таким ну в принципе я вас больше не буду мучить хотел бы резюмировать сегодня мы поговорили про рентгеновские орбитальные телескопы вот и надеюсь вы поняли что добыча космических данных это дело очень непростое это ракеты это деньги это кооперация это как бы вся эта вот техника и когда вот вы нажимаете на кнопочку на компьютере на клавишу когда вы скачете там запускаете процесс скачивания этих данных вы вспомните сколько труда вложено в это вот сейчас конечно мы уже как бы пользуемся этим много архивных данных они достаются нам бесплатно практически даром ну вот на этом наверно закончу если есть вопросы пожалуйста задавайте а